В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о поэзии. В гостях у нас финалистка 7-го Всероссийского фестиваля молодёжной поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест» Елена Киселёва. Елена, добрый день. Добрый день. Я могу обращаться к вам, Лена? Да. Лен, скажите, пожалуйста, поэт, столь юный поэт, я бы даже так сказала, это редкость, особенно в наши дни. И, наверное, для небольшого региона, такого, как у нас, как вы пришли к этому творческому пути? Интересный вопрос. Я, наверное, такой человек, который всегда любил слова. Я очень рано начала читать, с двух лет. Затем родители стали меня как-то мотивировать, чтобы я учила стихотворения. В 4 года я уже знала Пушкина. Затем в школе литература мой любимый предмет. Также у меня немножко писал дедушка, немножко пишет отец, так что, возможно, это генетически как-то передаётся, но это не точно. У вас есть какой-то псевдоним творческий? Лена Чайка, да, моя страница в Инстаграме. А почему Чайка? Дело в том, что мне какое-то время на передержке дома жила Чайка, и вот мне захотелось эту интересную историю как-то в своём творчестве сохранить. А как так произошло, что она появилась в вашей жизни? Я плавала на Сапе, увидела Чайку с подбитым крылом, вот, и поселила её у себя дома. Она уже выпущена в природу, я так понимаю, да? Там немножко история с трагическим концом. Ну, зато она сохранена теперь в памяти и в вашем псевдониме, и в творчестве, как я понимаю. Лен, скажите, пожалуйста, Всероссийский фестиваль, седьмой Всероссийский фестиваль, для вас это что-то новое? Вы первый раз участвовали? В таком крупном фестивале, да, участвовала в первый раз. То есть у нас есть в Приморье какие-то конкурсы, вот, например, Море слов, замечательный новый конкурс, который очень меня мотивирует и вдохновляет. Но именно в таком крупном фестивале, да, я участвовала впервые. Расскажите немножечко о нем. Собственно, фестиваль, в котором я участвовала, это называется Филатовфест. Седьмой Всероссийский фестиваль молодой поэзии. В нем участвуют люди со всех концов России, не только даже России. То есть все русскоговорящие люди могут подать заявку на этот фестиваль. В этом году было подано примерно 2,5 тысячи заявок. Он проводится в несколько этапов. Есть заочный тур, есть очные туры. Заочный тур — это когда экспертная комиссия смотрит присылаемые тексты и отбирает топ-100 человек, формируя лонглист. И потом уже людей из лонглиста приглашают на очные туры в Москву. То есть сам фестиваль проходит в Москве? Да, в Москве. Я знаю, что он длился очень долго. Да. Всеверная, я приехала, прилетела в Москву в мае, в середине мая, 12-го числа. У меня был первый очный тур. Затем был полуфинал. И затем финал уже был 30 июня в доме актера на Арбате. Это волнительно выходить на сцену, участвовать с кем-то другим. Соревноваться, соревновательный момент тоже присутствует. Ну да, для меня это очень волнительно. Я пишу довольно давно, но на сцене именно я недавно. То есть я себя, может быть, еще неловко там чувствую, но мне пришлось очень быстро вырасти. Потому что если на первом очном туре можно было еще как-то подглядывать, может быть, в текст, то дальше уже конкуренция становилась все более и более серьезной. Нужно было выступать без каких-то шпаргалок, читать довольно большому залу. И тем более там был таймер. То есть на финале нас вызывали на сцену... По времени? Вызывали на сцену рандомно. То есть мы не знали, кто за кем пойдет. То есть было 16 человек, и мы не знали своей очередности. Очередность выбирал компьютер. На сцене высвечивалось твое имя. Ты в этот момент выходил на эту большую сцену, где софиты били тебе в глаза. И сзади тебя включался таймер 4 минуты. То есть тебе нужно было выступить со своей поэтической подборкой и уложиться в это время. То есть они сделали еще такой интересный момент, еще больше стресса, еще больше азарта какого-то, чтобы зрителям тоже было интересно. Я понимаю, что все было так по-взрослому, я бы сказала. Фестиваль молодой поэзии, вы сказали. Этот вопрос обычно девушкам не задают, но я все-таки спрошу, потому что я тоже девушка. Сколько вам лет? 29. 29. А участники по какой возраст могут участвовать? 18-35 лет. А в большинстве своем? Примерно как я. Примерно как, да. Как вообще пришла идея участвовать? Вас кто-то сподвиг на это или... Дело в том, что этой зимой я написала довольно большую подборку про Владивосток. И мне хотелось куда-то ее отослать, то есть кому-то ее показать. Я стала искать конкурсы и наткнулась на конкурс «Филатафест». То есть я как-то о нем раньше не слышала, как ни странно. И там уже был последний день приема работы. Я уже в самый последний день просто отправила свою подборку и прошла. Это так обычно и бывает, что в последний момент ты что-то отправляешь, и в итоге оказываешься среди финалистов, победителей и так далее. 16 человек, да, финалистов было? И вы вошли в этот список. Да, короткий список. Из двух с половиной тысяч. С чем вы ходили на сцену? Выходила с подборкой, посвященной Дальнему Востоку. То есть, может быть, у нас, если взять рядовому человеку, который довольно долго живет в Владивостоке, и подчитать ему эту подборку, ему будет не так интересно. А вот людям, которые живут в европейской части России, им очень интересен именно наш колорит, наши какие-то особенности. И они отмечают, что действительно они как будто бы побывали в Приморье, вот это вот все почувствовали. Поэтому, как мне сказали, подборка была подобрана хорошо. Я читала где-то на просторах интернета отзывы жюри о вашем выступлении, и было написано, что те, кто судил этот конкурс, да, они почувствовали запах моря, как-то услышали крики чаек и так далее, и прониклись Дальним Востоком, и в частности, Владивостоком. Так и было. Да, все верно. Это было очень приятно, когда на отборочном туре председатель жюри вышел и мне это сказал, потому что я была без группы поддержки, и вот мне было очень здорово услышать такие слова, потому что я очень боялась, что мою поэзию там не поймут, как-то не прочувствуют, а вот тут человек вышел, и мне прям было очень приятно, что мне это сказали. Может быть, вы нам что-то представите? Хорошо, я почитаю коротенькое стихотворение. На работе я вижу море в окнах напротив. Когда там разгорается ядерным алым, грузная бабушка Клава тулится между фикусом и алоэ, и ее голова седая превращается в панковскую прическу в закатных бликах, а челка светится над морщинами. Я понимаю, сегодня закат, что надо, и в сторис будет много счастливчиков, которые заманили его в смартфоны. В темноте покачиваюсь в вагоне, дома ращу алоэ, готовлю кашпо под фикус. Это красиво. Спасибо. Мне сложно оценивать стихи, потому что я не профессионал, но и мои попытки когда-то писать стихи, они, в общем-то, остались на уровне попыток, я бы так сказала. Это сложно. Писать стихи? Да. Это интересно и сложно одновременно, и просто тоже одновременно. То есть ты как-то, когда, чем больше ты этим занимаешься, наверное, как и в любом деле, тем легче тебе дальше. То есть есть определенные какие-то вещи философские, может быть, к которым ты приходишь, то есть как правильно делать, например, ты пишешь сначала стих на вдохновение, затем ты его кладешь на какое-то время в ящик стола, потом ты его достаешь, смотришь, видишь все неровности, видишь все шероховатости, как-то над ним работаешь, возможно, читаешь его про себя, читаешь его вслух, чтобы тоже на слух оценить, как он звучит, а затем опять кладешь его в ящик стола, достаешь, видишь там какие-то, возможно, повторы, или тоже опять неровности, проводишь финальную работу, и уже стихотворение готово. Я, когда пыталась писать стихи, для меня всегда было проблемой подобрать слово, и я лезла в интернет, искала какие-то синонимы, созвучные слова, которые могут составить рифму. Вы тоже так делаете? Да, почему нет? Если у тебя есть какая-то проблема, возможно, ты не можешь найти слово, почему бы не воспользоваться словером синонимов, возможно, даже, что не ты найдешь там... Не ты найдешь слово, а слово найдет тебя само, да, то есть ты не прочитаешь его там, но оно придет к тебе, возможно, как-то из ассоциации тех слов, которые ты там прочитаешь, даже так бывает. Но это в любом случае, наверное, нужно быть образованным человеком, хорошо знать русский язык, литературу, или все-таки вот это вдохновение, оно приходит, и стих складывается сам? Само ничего, как правило, не бывает. Все-таки вдохновение — это очень важно. Вдохновение важно в том смысле, что ты берешь все впечатления, какие-то накопленные эмоции, образы из жизни, и в определенный момент их становится очень много, и ты их сублимируешь в творчество, то есть вкладываешь, опустошаешь себя. В этом плане — да. Помогает, кстати, стих вот как-то эмоционально разгрузиться, когда вы пишете? Да, конечно, очень. Ты становишься пустым таким, обретаешь дзен. У вас бывали стихи, чтобы выплеснуть, может быть, какую-то негативную энергию в стих? Конечно, да. Именно острые какие-то жесткие стихи писать намного легче, потому что эти эмоции ярче. А вот написать какой-то более позитивный, возможно, стих в хорошем настроении, это гораздо сложнее, правда. Интересное замечание, никогда об этом не думал. А чьим творчеством вы вдохновлялись? Ну вот, вдохновляетесь, вдохновлялись. Как-то вот была маленькая девочка Лена, скажем так, и она решила писать стихи. Кто-то же понравился ей в свое время? Может быть, там Лермонтов, Пушкин, Великий? Ну, именно в детстве, наверное, Маяковский мне больше всего нравился. То есть Облако в штанах. Я почему-то так и думала. Да, мне очень нравилось. А во взрослом возрасте, ну, знакомишься с различными поэтами. То есть у меня нет, например, любимого поэта. Я вот как-то читаю какие-то, может быть, паблики. И в каждом поэте, в принципе, можно найти что-то для себя. То есть чем-то вдохновиться. Любимое стихотворение у каждого поэта, оно есть. А ваши стихи, они о чем? Ну, у меня есть две, наверное, ключевых темы. Это море, морская тематика дальневосточная, которая мне очень интересна, потому что я здесь живу и родилась. И я стараюсь его в свои стихотворения включать. Также я очень много пишу каких-то, может быть, философских стихотворений, таких личных о взаимоотношениях, о каких-то переживаниях. То есть они немного другие. У меня сейчас готовится к выходу сборник, называется «А море мимо». Это «Любое мило», «Моя любовь» есть «А море мимо». То есть «Море, которое идет мимо». И там будет как раз сборник поделен на две части. Море и суша. В море будут морские стихотворения, которые читал на филотофест, а суша — это будут именно философские. То есть вот прям беру и делю напополам, потому что это две основные ключевые моих темы. Ну, я так понимаю, что это уже успех, потому что есть сборники. Это не просто куда-то там в тетрадку сложенные стихи и выезд даже на конкурс. А сборник — это уже продвижение какое-то. Ну, да, сборник — это здорово. То есть у меня был первый сборник «Стихозавры», он вышел этой зимой. Он сейчас продается в торговом доме «Алюцкий». Ну, в книжных магазинах. Да, на «Рбате», да. И сейчас второй сборник — это здорово. У нас еще вот, допустим, есть проект «Море слов», который также занимается продвижением молодых поэтов Приморья. Также ребята замечательные делают вещи и очень помогают. У них, например, был сейчас этап, где известные люди края читали стихотворения молодых поэтов Приморья. Да, я их слышу. Да, вот, можно найти тоже на ютубе и посмотреть. То есть у нас это как-то поэтическое движение, я бы сказала, да? Да. В крае оно есть? Есть, набирает обороты. То есть именно в этом году у нас появилось очень много нового, очень много интересного. Я вот так для себя знаю, наверное, только одного поэта, поэтессу, который вышел из Владивостока, да, и известен широко. Это Соломонова. Да. Есть стремление к такому же успеху или, может быть, даже больше? Ну, конечно, хочется, чтобы твои стихи как-то знали. То есть очень приятно, когда к тебе подходят люди и говорят, что им откликнулись твои слова. Это очень приятно. Но, наверное, для этого нужен опыт, для этого нужны финансы, потому что тебе нужно снимать сейчас видеоролики и выкладывать их на ютуб. То есть без этого тебя, мне кажется, люди в европейской части России не узнают. То есть ты живешь очень далеко. Они даже не знают, что у нас здесь есть. То есть какие у нас здесь есть поэты замечательные. Их довольно много у нас в городе. То есть чтобы пробиться, сейчас нужно быть медийным человеком, вести страницы, вести, может быть, свой канал на ютубе. А вообще можно сказать, что поэзия сегодня становится популярнее? Потому что на какое-то время, мне кажется, она все-таки была несколько подзабыта. А теперь с появлением интернета, даже я, листая инстаграм, я вижу каких-то поэтов, которых я раньше не видела, не слышала. Мои же подруги, люди, на которых я подписана, дублируют где-то чьи-то стихотворения у себя в лентах. И я понимаю, что это набирает опорота. Это так или нет? Мне кажется, поэзия была всегда, просто сейчас она высла именно в интернет, и проще ее, может быть, найти. С другой стороны, сейчас, наоборот, соцсети перенасыщены информацией, и сложнее найти своего читателя. То есть очень много информации стало в мире, и намного сложнее сделать так, чтобы именно твой голос был услышан. То есть здесь у медали две стороны. Вот так, интересно. Поэ должен быть голодным, как говорят, или нет? Нет, не хочется совершенно, тем более художник должен быть эмоционально наполненным, чтобы потом иметь возможность это переработать в творчество. Голодным быть не хочется. Вы можете нам еще представить какие-нибудь свои произведения? Вот мы говорим про сборники, я так понимаю, что есть что послушать. Давайте о Владивостоке что-нибудь такое вот... Давайте стихотворение, которое написала вот буквально недавно, нигде я его еще не укладывала, не читала. Вот у вас будет пример. Прекрасно. Если ты хочешь жизни, не жми на кнопку. Лифт, путь рутины, рабочего постоянства. Выбер лестницу, дикое арт-пространство. Выйди из комнаты в лестничный эрмитаж. Шкура подъезда в татуировках правды, варварски обозначенной в глянце краски. Острым ключом и ржавым куском заточки. Клинопись улиц, крик эпатажно-хватки. Сколько там жизни? В трех всем известных буквах. Мухи под лампой, курлыканье голубином, пятнах на штукатурке, пустых бутылках, криво наклеенных над головой листовках. Выбери лестницу, пересчитай все ноты. Каждый этаж — важный модуль из партитуры. Если ты ас в искусстве, то ты услышишь. Марш — это музыка старой архитектуры. Красиво. Спасибо. Красиво, да. А чему это стихотворение? О подъезде, если грубо говоря. На стихотворении о том, что выйди из комнаты. Есть стихотворение «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Здесь, наоборот, стихотворение «Выйди из комнаты, зайди в подъезд и посмотри, сколько там жизни вокруг». Многие люди очень часто не осознают каких-то привычных вещей и не видят вдохновения в привычных вещах. И вот если ты, возможно, выйдешь в какое-то привычное для тебя пространство, ты увидишь вокруг настоящую музыку. То есть нужно выходить из зоны комфорта и наблюдать то, что происходит вокруг тебя. Все верно. Нет, значит, я все правильно понимаю. Значит, я тонко чувствующая натура. Наверное, так. Стихи о философии, да, как вы говорите. Это была философия или это был Владивосток? Это, наверное, все-таки философия. Это вскот-таки философия, да. А если о Владивостоке что-то? Вот такое, чтобы мы тоже услышали шум моря, крики чаек. Оно горькое, переливается через борт. Зимой порт потрескивает, покрывается белой коркой, и можно гулять между островами, между населенными пунктами, между рыбаками, между лунками, как будто по бильярдному полю. Смотреть на вмершую корюшку, дышать солью. Домой придешь, вольется через окно, надышит в форточку, останется в комнате. Не выгнать, не вытравить, не выпрямить край. Всегда в проеме. Мое море. Кошка. Герань. Да, я действительно почувствовала тот самый запах корюшки и зимы, и нашего Владивостока, когда ты гуляешь, когда ты ходишь. Холодно, да, холодно, но это наш Владивосток, и за это мы его любим. Такая любовь к родному городу и отражение его, это желание представить город где-то на уровне страны, может быть, на уровне мира? Это желание, наверное, исследовать город прежде всего для себя. То есть я очень люблю город, я люблю его как с суши, так и с моря. Я очень люблю плавать на сапе, в том числе, смотреть на него со стороны. И мне было интересно именно осознать себя в этом городе, осознать какие-то его особенности, какие-то, может быть, его шероховатости и то, что выделяет его среди остальных городов России. Плавать на сапе, да, и так далее. Так вы берете вдохновение? Да, да, вдохновение сапу, это замечательное вообще времяпрепровождение, я считаю. Ты смотришь на горы со стороны, при этом ты один, вокруг тебя море, чайки, шикарные. Но это ведь не единственное, о чем вдохновляетесь. Я еще природой вдохновляюсь, с общением, друзья вдохновляют меня. Вот. Чем занимается поэт, когда не пишет стихи? Я дизайнер по образованию, и я также рисую картины акварелью. А это откуда взялось? Это тоже творчество, то есть есть творческая энергия, а ты решаешь, куда-то ее направлять. То есть можно ее направить в поэзию, можно передохнуть и направить ее, например, в рисование картин. А как вы выбираете тогда, где будет стих, а где будет поэзия? Где будет картина? Ну, все время писать стихи не получается, иногда нужно отдохнуть и переключиться. Вот берешь и переключаешься на что-то другое, тоже творческое. То есть вы учились именно на дизайнера? На дизайнера. Соответственно, была художественная школа и все остальное? Оттуда любовь к картинам? Художественная школа немножко, но в основном университет Двафу. Как-то стихи и картины бывают связкой между собой? Наверное, нет. Я единственное подумываю, может быть, сделать какой-то такой проект, где мои стихи будут представлены как картины. То есть написать стихотворение и тут же подать его как картину. То есть нарисовать какие-то образы еще рядом. Ну, это еще только в проекте у меня в голове, возможно, я это реализую. Мне кажется, это была бы отличная идея, да, такой крупный арт-проект. Елена Киселева, уже известное имя во Владивостоке, уже победительница, финалистка. Мне кажется, нашлись бы большое количество желающих, кто хотел бы посетить. Как это бывает за рубежом, да? Идет выставка какая-то современная, представлены картины, на фоне звучат стихи. И все между собой взаимосвязано. Да, это точно отличная идея. Надеюсь, что у меня дойдут руки до этого. Также связка между рисованием и поэзией. У меня вот книжка первая, которая вышла, я ее сама полностью проиллюстрировала. То есть я взяла, нарисовала иллюстрации и соединила вот это в творчестве. Прекрасно. Кстати, я забыла спросить, выпустить сборник было сложно? Как вы это сделали? Первый сборник довольно просто. Мне подарили подарочный сертификат. И как бы именно в плане финансов здесь мне было очень просто. Сложно было собрать все стихи. То есть первый сборник — это было вообще все творчество. Там от моих 10 лет и до предыдущего года. То есть мне нужно было все это собрать, как-то причесать, организовать. Вот в этом плане было сложности. А сейчас сборник, который будет, там стихотворения за предыдущий год. В большинстве своем написаны именно зимой. Ой, 70 стихотворений всего. Это довольно продуктивно. Мне тоже так кажется. 70 стихотворений за зиму, с учетом того, что в зиме у нас, условно говоря, 90 дней. То есть каждый день вам нужно было, раз в полтора дня вам нужно было писать по стихотворению. Получается, как-то так. Ну, там не было стихотворения в день. Очень часто бывает, что ты в день сядешь и напишешь там 10 стихотворений. А, тоже так. Да, так. А потом не пишешь ничего, там несколько месяцев. Мне кажется, это уже, это работа уже. Это уже как-то, не скажу, что это не творчество, но это уже работа. То есть это уже полноценная такая, когда ты садишься и пишешь. Ну, этому надо как-то к себя приучать, наверное, именно к регулярности. То есть вот есть, допустим, какие-то поэты, которые считают, что они должны писать там стихотворения в неделю. Вот у них есть план какой-то. Я так пока, наверное, не могу. То есть если пишется, значит оно пишется. Да, конечно, и себя что-то вымучивать, доставать, ничего хорошего не получится. Ну, как мне кажется. И сколько-нибудь. Стихотворения и поэзия. Я не могу не задать этот вопрос, мне интересно. Они приносят какой-то доход? Или это все-таки пока на уровне энтузиазма? Ну, пока это по большей части для души, но иногда, если я выступаю, ко мне потом подходят люди, которые покупают у меня мой сборник. То есть, ну, вот такой какой-то доход-комплимент. Да, это скорее комплимент, наверное, пока. Что касается картин. Понятно, что вы этому учились. Есть тема стихотворений, да, мы уже сказали Владивосток, там где-то философия, еще что-то. В картинах что отражено? То же самое? Также Владивосток. Также у меня есть несколько направлений. Есть я рисую акварелью, например. Акварель очень такой подвижный текучий материал. Он мне очень импонирует, потому что ты не можешь там сделать ошибку. А если ты сделал ошибку, тебе надо либо начинать сначала, либо превращать эту ошибку в какое-то достоинство картины. То есть, ты капнул краской, и у тебя уже все. То есть, все пошло, что-то пошло не так. Такой подвижный материал, который учат дзену, расслаблению. И там у меня в основном анималистика и пейзажи. То есть, мне там нравится вот эти темы рисовать. А графика, когда рисуешь ручкой или чернилами, там уже больше какие-то, возможно, даже серьезные тоже какие-то философские темы. Очень какие-то грубые, очень страшные даже мне говорят. То есть, ну там такое, морочную уху. Возможно, цвет то, что черный, я не знаю. Ну вот тоже такие. Ну разные стороны личности, они требуют разной подачи. Когда была написана ваша первая картина? Коляка-маляка в детском садике. Ну, я имею в виду уже то, что называется, ну то, что действительно принято считать картиной. Не просто рисунок, да, подаренный маме, хотя для нее это тоже картина. Ну, то, что вот вы уже сами оцениваете. Наверное, в университете, то есть уже участвовала в выставках каких-то. Тогда были написаны первые картины, которые уже где-то висели. Вот, а до этого, да, что-то такое для себя больше, маме, родственникам. Ну то есть, все-таки стихи, они появились раньше, чем в картине? Да, и раньше, да, конечно. Вы будете еще участвовать в каких-то конкурсах? Ну вот какие дальнейшие планы, да, может быть, продвигать как-то свои стихи, участвовать в конкурсах, выходить на какие-то фестивали, отправлять это все на YouTube, блогерам нашим, чтобы они это читали, смотрели? Планов очень много. Ребята, которые участвовали, помимо меня, в Филатафест, насоветовали мне очень большое количество вообще возможностей для поэта, которые, может быть, я бы не увидела, если бы я не поехала туда, потому что, когда живешь здесь, ты их не видишь. То есть, у нас есть различные форумы, у нас есть конкурсы, можно отправить свои работы в толстые литературные журналы, которые есть в европейской части России, и можно участвовать в каких-то мастер-классах. То есть, в принципе, возможностей довольно много. И, конечно, мне хочется как-то еще набраться опыта, поучаствовать в каких-то крупных других проектах. Ну что ж, Елена, я желаю вам огромных успехов. Спасибо. Как начинающему поэту, чтобы через годик, через пару лет мы ваше имя уже знали всем городом. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и в гостях у нас была финалистка седьмого Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатовфест» Елена Киселева. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова